Детство, опаленное войной. Выставка под таким названием открылась в Ненецком Кровическом музее. Она посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о жизни детей округа в то страшное время. Прикоснулась к истории региона и моя коллега Людмила Сидейская. Эти игрушки воспитанники дошкольных организаций сделали своими руками. В то тяжелое страшное военное время, когда ветераны еще были детьми, таких маленьких радостей жизни им явно не хватало. Один из посетителей экспозиции Антон Селиверстов. Несмотря на столь юный возраст, мальчик уже серьезно увлекается историей. Говорит, пришел на выставку, чтобы своими глазами увидеть, как жили дети во время войны. Мой прадедушка очень был командиром. У меня были такие бумаги. Когда он умер, и когда он, если что, похоронен был, его немецкий снайпер застрелил, что он мунул пулю в сердце. И он погиб. Мне очень жалко его. Я хотел, чтобы он выжил. Хочу, чтобы я его увидел. По словам организаторов, выставка готовилась несколько месяцев. Всю экспозицию условно можно разделить на четыре зоны. Здесь и фотографии, и различные предметы. Лопата, школьная парта, швельная машинка и даже песочница. Большинство экспонатов для выставки предоставили ветераны из своих личных архивов. Мы сегодня открываем выставку «Детство, опаленное войной». Она посвящена детям войны и подготовлена с помощью «Детей войны». Они поделились воспоминаниями, принесли фотографии, предметы военных лет. И в результате получился замечательный рассказ о том, как играли дети, как учились в школе, как помогали взрослым, каков был быт детей. В создании выставки поучаствовали и сотрудники музея. Например, Василий Кузьмин смастерил модель вражеского самолета. Данный самолет – это модель немецкого бомбардировщика, многоцелевой самолет «Юнкерс-88А4». Здесь непосредственно выполнял аэрофотосъемку в 1943 году, 22 июня. Как долго вы делали? Модель исполнялась в течение двух недель, подручные материалы, то есть всё, что было у нас при мастерской. Выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Экспозиция продолжит свою работу до конца следующего месяца. Людмила Сидейская, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Игорь Тарасевич, Телеканал «Север».